Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с обеспечением национальных интересов России, в условиях ограничительных мер, которые вводят в отношение России некоторые государства. Причины давления на Россию понятны. Мы проводим независимую внутреннюю и внешнюю политику, не торгуем своим суверенитетом, не всем это нравится, но по-другому быть не может. Сегодня очевидно, что попытки расколоть, разобщить наше общество, сыграть на отдельных трудностях, нащупать уязвимое, слабое звено не дали ожидаемых результатов, ожидаемых для тех, кто эти ограничительные меры в отношении нашей страны вводил и продолжает их поддерживать. Граждане России – все ключевые политические силы страны, бизнес отечественный, понимают, что происходит и знают, что нужно делать. Оперативно принятые меры позволили стабилизировать ситуацию в экономике, в финансовой сфере, на рынке труда. Обеспечена устойчивая работа всех стратегически важных отраслей экономики. Продолжается реализация важнейших госпрограмм, в том числе в социальной сфере. Более того, наши компании, отечественные производители, доказали, что способны развиваться в жёстких условиях, находить новых партнёров, осваивать как внутренние, так и внешние рынки. Пример того – это высокая динамика отечественного агропромышленного сектора. Уважаемые коллеги, последние события показывают, что рассчитывать на изменения недружественного курса со стороны некоторых геополитических наших оппонентов в обозримом будущем не приходится. Так, недавно страны ЕС в очередной раз продлили действия своих так называемых санкций, а в Соединённых Штатах, как известно, ведётся постоянная дискуссия об их ужесточении. Причём никто даже не пытается анализировать причины того, что происходит, скажем, на юго-востоке Украины, из-за чего, собственно, весь сыр-бор и начался. Имею в виду, что те, кто вводят эти ограничительные меры в отношение России, так называемые санкции, о которых я уже упоминал, собственно, они и являются виновниками всех событий, свидетелями которых мы там сейчас на юго-востоке Украины являемся. Нам нужно соответствующим образом, конечно, на всё это реагировать, принимать дополнительные системные меры по всем ключевым направлениям. Прежде всего, необходимо в короткие сроки провести анализ всего спектра потенциальных вызовов и рисков и политических, и экономических, и информационных, да и других. И на этой основе скорректировать стратегию национальной безопасности России. С учётом обновлённой стратегии национальной безопасности должны быть актуализированы действующие и разрабатываемые документы стратегического планирования. Кроме того, в случае необходимости надо будет внести уточнение и в концепцию внешней политики, и в основы комплексной политики России на пространстве СНГ. При этом наш стратегический курс на внешнеполитическом направлении остаётся неизменным. Мы открыты для равноправного сотрудничества, для коллективной работы по ключевым вопросам международной повестки. Будем и дальше строить отношения с партнёрами на принципах уважения и взаимного учёта интересов. Разумеется, без ущерба для собственного суверенитета и национальной безопасности. Как и прежде, выступаем за активное развитие экономической интеграции в пространстве СНГ, за расширение политических, деловых и гуманитарных связей со странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Важнейшая тема – это вопросы экономической безопасности. В документах стратегического планирования нужно более чётко и подробно обозначить основные угрозы в этой сфере, определить критерии и пороговые показатели состояния экономики, при которых возникают риски для национальной безопасности, а также конкретизировать меры и механизмы, которые позволят снизить зависимость экономики от внешних неблагоприятных факторов. В практическом плане правительство России совместно с Банком России должны уделить особое внимание обеспечению устойчивости финансовой системы. Кроме того, нужно предусмотреть меры по повышению сбалансированности бюджетов и снижению долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской Федерации. В целом, необходимо добиваться чёткой координации всех, кто участвует в этой работе. Должны быть разработаны и представлены новые предложения по концептуальным основам стратегического планирования и прогнозирования устойчивого социально-экономического развития России, управления рисками. Следует провести анализ социально-экономического положения в субъектах Российской Федерации, вести постоянный мониторинг ситуации, используя для этого региональные ситуационные центры. Особенно это касается приграничных территорий. Уже говорил сегодня, что для нашей экономики вот те самые ограничительные меры, о которых мы сегодня будем говорить, создали не только проблемы, но и новые возможности. Прежде всего, наши производители могут серьёзно укрепить свои позиции на внутреннем рынке. Мы продолжим поддержку проектов, связанных с импортозамещением, прежде всего в агросекторе, ОПК, машиностроении, фармацевтической и химической промышленности. При необходимости предприятиям будет оказана дополнительная поддержка в этих сферах. При этом хочу обратить ваше внимание на принципиальный момент. Прокуратура, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, другие ведомства должны защитить наших граждан и предприятий от контрафакта и некачественных товаров. Независимо от того, где они производены – в России или за её пределами, они должны соответствовать современным требованиям и стандартам, а их происхождение и ценообразование быть прозрачными и понятными. И в заключение. Наша прямая обязанность – надёжно обеспечить безопасность России во всех сферах, сохранить в стране социально-политическую и экономическую стабильность. Многое здесь будет зависеть от консолидации усилий государственных институтов и гражданского общества, от концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Уверен, всё это вы хорошо понимаете и будете делать всё необходимое для эффективного решения стоящих перед нами задач. Большое спасибо за внимание, прессе большое спасибо. Давайте начнём работать. Субтитры создавал DimaTorzok